Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии заинков Seedmars Civilization VI Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. А также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Спасибо за поддержку и приятного продолжения просмотра. Да, ну эти все депрессивные ребята слева. У них там без шансов, похоже. Фак. Что случилось? Корпус. Блин, не успеет Лянд сесть, я хотел... Анна, надо на всю оставшуюся веру покупать рабочих. Да не умрет там, нет. Таня, пилай. Как плохо. Ты там с Акадом воюешь? Да я его хочу забрать, он мешает туда дать. Я тебя башню подвел бы к нему. Так, давайте по городам пройдемся. Да, сейчас. Вот, папа. Или закинь туда двух послов, да есть. Я оставлю его жить. Если меня варвары сверху не принимали, и не грабили бы у меня. 12-7. Быстрее бы. Блигопрессивную площадь реально надо где-то поставить, я не понимаю где. Вот, тем более ты у меня Петру забрал, то есть смысл у меня тут жить вообще никак. Артист, смысл жизни есть всегда. Смысл жить, главное его найти. Смысл жизни в продолжении рода, но ты как раз это выполнил и пойдешь там в детский садик ее отводить. Может быть даже успею полтора часика покимать. Артист, а когда ты спать собираешься? Отведу в детский садик, вернусь спать. А на работу? Я вот. Ну блин, стрелки развеют этот лагерь. Ну блин, всегда когда вот рядом какое-то место с тундрой, с зимой, это конечно же все фигово. Отлично, все. Я что-то, то ли окончательно сплю, то ли чай. Забыл веру потратить, блин, на покупку этих. Ну что такое, господи. Ой, блин, засуха. Я не могу исправить, пока засуха идет. Ладно, что возьмем, могу еще монументальность дальше взять. Но я лучше реформа денежного обращения. Я не так много веры, чтобы что-либо покупать. Алексей, это еще не в самолетах? Нет. А что я сейчас думал, вы откроете фрески? А ты в этом уверен? Ну да, ты что, не видишь? Мы вон с голландцем вместе идем даже. А я не вижу никого. В смысле не видишь никого? Ну да, я не вижу никого. Ну мне только 81 ход и все, все остальные. Не понял, что ты не видишь? Вас не вижу. Ты нашел, что ли, еще? Почему ты нашел нас? Все же встретились. О, американец, американец. Мы всех встретили. Сейчас я тут все обработаю этими своими штуками. Знаете, дворец поталок построил. О, в надежде населительство. Я не могу сказать, что ты не видишь. Колизей сейлор построил. А сколько там армия у римлянина? Голландец, за тебя проголосуем. Голландец? Да, я тоже думаю, что меня... О, американец, Рим, давайте за меня. А тут, я даже не помню, что у меня... Ну, кофе точно. За хлопок проголосуем. Ты сам за себя голосуем. А у меня нету хлопка, голландец. Америка и Рим, да. За медичи. За медичи. Я же тебя проголосовал. Не, ну тут надо все вкинуть в голландца. А я не там втроем... Да, пьяности, это, кстати, отлично. А, да, пьяности отличная идея. Они там, наверное, за себя проголосуют все. Жаль. Я рот из за кого-то из них проголосует. Блин, зачем я тебе упарывался, господи? Надо было сразу разведов послать туда. Я что-то смогу... Ну да, тут еще городов-государств так много. Ты бы получил очень хороший буст. Нет, прошло за голландца. Да ладно, прошло. Велики, сколько за него? Ха, артист, ты проголосовал за голландца? Ну, а почему нет? А ты с ним не воюешь, разве? Воюю. Мне недолго осталось. Игра. Строит тут шахту, потому что эта фигня либо друг рядом с другом хорошо работает, либо рядом с горами. Виде, тут горы. Ведь она тут соседству дает. Француз, мы сзади будем продолжать. Что-то... Не, ну, конечно, если хочешь, я буду вынести. Так, вкушка есть, алинтайба есть. Ну, мне кажется, это будет... Великоломан есть. Достаточно. Суа-6. Так, Кахамарко и Антава... Возвольте, я сейчас отправлю. Мы за союзицы. А из Кахамарко в Кахамарке надо купить. Караванчик. И... Подождем один ход, здесь вот кампус. Бахнем. Галазис, ты так не будешь до восьми утра. Да, я сувальник такой еще себе. Тут же Гага наполовину упала. Да. Ладно, ждем, когда кончится засуха. Блин, вот тут я не пойму. Мне тут надо будет где-то промышленную жену... Ставить, где мне ее лучше будут поставить. Здесь 6-8 часов торчать. В любом случае, я бы науне... А видишь, а религию мне не дают разносить. Ну да, потом мне отбиться будет. Кстати, можно вопрос такой уточнение? До сих пор не понимаю. Если, допустим, выносят... Ну, условно, сейчас поляка с его религией. Что делает с его религией? Ничего не даст. Она может дальше распространяться. Ее придется перебивать, правильно, потом? А если, допустим, у голландца была... Ну, то есть... Голландец его захватил, и у него получается два города в религиозной победе? Или нет? Нет, только если ты основатель религии, ты можешь ее победить. Если ты захватил у человека чья-то религия, и эта религия во всем мире, то ты все равно не побеждаешь религию. Только если ты основатель ее. А можно человек куда-нибудь победить? То есть... Ты распространяешь его религию? Как можно человек? Ну, можно. Ну, вообще, это как бы... В каком смысле можно? Если тебе это религия удобно, почему бы ее себе не распространять? То есть, ты ее специально типа ходишь, чтобы он победил для этого. Вот, типа, ты специально делаешь, чтобы он победил. То, конечно, нельзя. Нельзя играть на чью-то победу. Ни в каком виде. Инки, поделитесь границей? Нет. Я через трех вода уже крылатый гусар смогу строить. Долго бы шедевать, а значит, молодец. Да е-мое, как засуха закончится. Бонус плюс три. Можешь в ближнем бою 55. Он просто отбрасывает вражеский юнит. Он отбрасывает вражеский юнит, просто занимаемый им плетки. В случае, если нанесет больше урона. А если и вражеский юнит не может отступить, то получается... Ммм, давайте гранты. Так, что это... Мне бы три мастерских, но это вряд ли. Просвещение. Просвещение я... Следующим ходом открою. Я далеко от те окра... Так, ну я тут все вырубил уже, да? Чтоб экзаверу покупать. Задолбала засуха. Да, ну и тут и количество ГГшек. Вообще жесть какая-то. Так, ставим рационализм. И пока все. 155. Ну не так много добавила, потому что у меня города еще не повырастали. Добавила только от бонуса соседства, что у меня плюс три. Давайте лошадок обработаем. О, давайте мы тут эту сделаем. Наш тоннель. Кстати. Хорошая мысль. Здесь можно где-нибудь... Это так проход нормальный. Слушай, а что они стоят на месте? Я же их отправил исследовать вроде. Это я забыл отправить, видимо, да? А, вот у меня они обработаны. Ё-моё. Давайте в Амстердам. Блин, не успеваю. Так, здесь надо священное место и храм еще купить. И отправить, наверное... Так, а что там с хатусой? Да, забирают хатусу. Отправить... О, я сузерен лавенты. А больше нету священных городов? Было ж три. Наск уже забрал. Ясно. Так. Значит, здесь промышленную зону. Наконец-то завершилось. Здесь покупаем святилище и храм. Сколько оно там до пророка? А вот и пророк. В общем-то... Все, больше погибает? Долго еще до этого. Все чудеса света дают четыре веры. Здание в кампусах театральных районах за веру. Кстати, может, это сейчас взять? Давайте. Ну, у нас еще даже к моему городу. Здесь что возьмем? В принципе, не осталось. Думаю, смесь миссионеров снижена. Не, разнестишь, надо эту веру. Я, конечно, основал иудаизм, но в других-то моих городах его нету. Тебе надо просто за все зрение те каты и его не войти, а не упираться в него. Да я это знаю, но так надо сначала получить этих... Опа. Вау, я слетел, да? Сейчас полуторачасовый, и он съедает, отбегая более зависимое... Так, что у нас тут равнина? Давайте, пожалуй. Четыре-то восемьдесят семьсот двадцать. Так, там они... Господи, как у меня горит! У меня бот отвел все войска. От ГГшки. Пока мы тут загружались, они там уже обсуждают, как на меня нападать. Так, давайте здесь... Обработаем... Лиса. Ариен. Внимательно слушаю. Лавенту собрал, собрали. Лавенту? Что это такое? Город. Ну, по-моему, великолепный город. Я поэтому не спрашиваю. Так сексуально стоит. Там еще дальше маска тоже великолепно стоит. А между ними Антова Илья, да? Великолепно стоит. Антова Илья вообще... Еще слева, если возьмешь Рапануи, то и Альян Тамбу можешь потом... А там недокуск, недалеко. Я просто не понимаю, как там Рим все берет, если у него военная мощь восемьдесят девять. Самая маленькая вообще из всех. Точнее говоря, как он взял города-государства те. А что случилось, почему у него уже восемьдесят девять? Мором, видимо. Ну, потому что у меня было двести с чем-то, а бот сейчас себя повел очень плохо. Отвел сейв. Убивался их твоих юнифов. Ну, ты хочешь, мы можем загрузить сейв, если ты хочешь. Да не надо никаких сейвов, господи. Так. Просто пока отключим все. А, блин. Распространять религию надо. Так, этого сюда. Двенадцать час подолгу сарп строил. Этого сюда. Ничего себе. Хватит еще, наверное, пару миссионеров, я думаю, хватит. Нидерланды, я бы обратил ваше внимание на Алексея Халейна. Так мы тут обсуждали. Он еще не захватил этого. Мы, может, поляк нанести ему, как? Смысл. Да, на самом деле, расслабься. Это, не знаю, очень тяжело будет. Чью-то пользу переделать игру, на самом деле. Так. Бонус центра коммерции, я думаю, нафиг надо. Давайте... Шпионов. Бонусы священно-промышленной зоны. Давайте, наверное, промышленной зоны поставим. Шпионы мне как-то тут не особо нужны. Прямо скажем. Да, у меня нету селитры. В чем проблема? Из-за этого... Вот в этом... В этом может и сыграть голландец, во-первых. Напасть. Пока нету селитры. Что эти гиганты две веры? Ну, так себе. Давайте какого-нибудь юнита... Ну, что-то посильнее. Летучий отряд 44, рыцарь 48. Блин, я бы в хатусу отправил, но... Мне кажется, он не забирает хатусу. Он уже точно не забирает хатусу. Надо в хатусу отправлять послов. Три штуки. У меня универы уже везде стоят. Четыре универа, как минимум. Ты еще сверху науки дофига. У нас опять рассинхрон, что ли? Да, у вас двоих. Да потому что надо было сейчас шифт-энтер прожимать. Я же специально с Элой прожал. Почему ты так долго ходил? Не знаю, что ли, когда рассинхронные ходят поты, надо шифт-энтер жать, чтобы поспеть за игроками. Камон. Жесть. Ну, ты, блин, молодец, конечно. Так, а что тебя смущает? Что там такое сейчас происходит прям важное? Что вы сейчас? Ой, блин, я не могу. Вы ж не воюете даже. Да я не люблю просто вот это вот. У меня сразу становится как-то... Будто я задерживаю кого-то. В первую очередь себе. Давайте я сюда, пускай захватит рабочего. Две пищи. Ну, давайте сделаем тут две пищи, так. Просто типа, если не прожать шифт-энтер, мы можем так каждый ход вылетать. Проблема-то в этом. Да. Я проходил уже через такое. После третьего этого такого синхронизации, там у всех бомбануло, и мне объяснили, как нам делать. Ну что, пересадить магнуса в кахамарку, наверное. Пока тут не будем вырубать, но подведем рабочих. Я так понял, хатуса будет жить еще, да? Ой, я буду получать селитру, хоть у меня ее и нет. А ты как-то порой... Ну нет, бот ей дал просто пару этих, пару... Ну, три хода, наверное, на жизнь. Так, сейчас надо будет поставить карточку и каперов построить. Две верфи. А, у меня верфи еще не построены, кстати. Ну, верфи я просто куплю. Здесь и здесь я сейчас куплю верфи. Денег дофига. Голландец, продлим союз? Надо голландец. Делай этого. Стой, подожди, я там тебе кинул дружбу, но... Дружба есть только при том условии, что мы союз заключим. Просто принимай дружбу и все. Секунду, секунду, подожди. Дайте я тут разберусь с Акадом и пойду дальше. Пришли, наконец-то они. Так, здесь и со спилкой, и здесь шаг. А можно мне, как это, слабознающему, на сколько ходов дружбы и союз? На 20. Ну, а союз тоже на это. Ну, да. Так, художественный музей завершен. Амбар, да, знаете, что амбар, давайте. Ин, голландец и француз, у вас заход ничего не поменяется? Может, давайте на всякий случай еще раз прожмем шифт-энтер, чтобы никаких слетов больше не было. Амбар, у меня поменяется. Ну, капер, где-где капер? Вот он. У меня вопрос. Надо сейчас купить верфи. Опять не растет. Вот что происходит? Мне нужно верфи купить. В середине игры постоянно наука перестает расти. Зато Уин начинает расти бирать. Это американец говорит, почему наука перестает расти? Я тебе могу сказать, потому что у тебя 24 культуры. Это значит, что ты не вышел ни в просвещение, явно ни в гильдии даже. Гильдия, плюс 100% сосед. Нет, подожди, не гильдия, не гильдия, вру. Что там плюс 100% дает к кампусам? А, исторические хроники. Ну, в них ты вышел, да. Исторические хроники. Наверное, только недавно вышел вообще. А плюс еще дальше идет просвещение, в которое надо выйти, которое тоже дает плюс к науке. Да, только если кампуса плюс... И города плюс... Ну, 10 плюс. Голландец, но с союзом, так? Я же тебя кинул, да. Голландец, что ж ты творишь? Ну, а потом цц, Леша. Кинул союз, Голландец. Выросло чуть-чуть. Это очень глупо, потому что если ты сейчас заключаешь союз, а союз заканчивается именно тогда, когда Леша выходит в бомбардировщики. Савис? Я понимаю. Тут постою. А вдруг у Леша селитр не окажется? Ой, не селитр. Али, у меня нет. О, еще университеты плюс 2. Ну, бипланы не помешают. Ну, это ничего не помешает, ну, хоть киросирок, бипланы. Так, вверх, мы не покупаем. И здесь теперь покупаем. Крестация, ядра. Авиация. Потом радио. Прихода авиации. Если селитр есть, можно на киросирах прийти. А после обновлений можно вообще выиграть наукой? Можно. Ай-студент, сколько слов про Рапануи было? Да, можете перекупать, можете перекупать. У меня там было 3 этих... Три посла тоже висело, я какое-то задание выполнил. Я не понял, какое я сейчас. Тут надо фермы строить, а здесь поставить дамбу. Я как бы не специально. А чё студент? Если Рапануи... Тадж-Махау, торговец. Да, мы про эту. Про другую ГГшку. Здесь у меня будет аэропорт. Блин, там бы вот тут надо купить клетку, тут аэропорт будет. И я пойду на Рим. Да, может, и на голландцев, не знаю. Ой, чё там с этим с отрядом? Он... Кабул пришёл, блин. На всякий случай выкупим. Хочешь прикол? Эй, артист. Не знаю. Смотри, на всей территории, что вот между мной и тобой, да? И дальше кликс... Угля ровно одна штука. Чё, круто? Ну, уголь это такой... Ой. Это только броненосцы и... Топить углём. Ну, топить, да. Можно и без него. У тебя же рейки, строй дамбы. Ну, я буду строить, но у меня их всего две. А на второй вот, который... Рынок завершили. Давайте, давайте. Ну, а может, тут правительственную площадь, наконец, сделаю? Алексей, как развить и культуру, и науку, чтобы не отставать так сильно? Как насчёт театральной площади строить? Тем более, что у тебя там недалеко культурная ГГшка была. А, она и есть кумаси. Кроме того, можно что-то же брать на культуру в пантеоне, в верованиях. Можно и религию сделать. Строй чудо, возле чудо ставишь театралочка, там, плюс два, плюс четыре, в зависимости от того, как ты ставишь. Я просто всегда считал, что, типа, самое лучшее это кампус и георический центр поставить. Нет, нет. Кампус, это вообще... Если ты идёшь в ГГВ, вообще можно без кампуса обойтись в некотором смысле. Ну, если есть хорошее место, то можно один кампус поставить. Но то, что кампусы первым не строить, это вот прям стопудово. Тебе можно, там, военный район построить, если ты на кого-то напасть хочешь. Универсальное решение – это коммерческий район, потому что он и в георическом веке тебе науку даст, и деньги даёт тебе прямо сейчас, и плюс ещё торговые пути делает. То есть, в первом, лучше всего строить это экономический центр, а потом... Ну, это, ну, блин, ну, это надо же в ситуацию исходить. Ну, как тебе можно сказать? Нации смотреть. Если ты идёшь в тёмный век, первую эпоху, строишь коммерческие, потом выходишь в этот героический, в героическом уже подстраиваешь кампус. И у тебя после золота, получается, после героика не падает наук. Спасибо, постараюсь следующее. Павиш, можешь построить пару чудес, между ними театралка будет плюс четыре. А если ещё и рядом, там, допустим, площадь, политическая площадь, то там ещё плюс два. Франция, давай союз. Так, ладно, ещё один ход. У меня он за заимка я строил без всяких чудес и политических, получается, театралка плюс сунгова, ну, это мачо-пикчо был пуск. Я, конечно, тоже политический район не построил до сих пор. Его просто некуда всунуть. Да, сложно заимка делать. У меня там всуну, но я его тоже до сих пор не построил. Потому что у меня города не растут. Ох, отец, как я тебя понимаю. Ну, я хотя бы гурдвары сейчас построил, они две еды дают, тем немножко начали расти. Так, давайте апостолов организуем. Строить, то есть, селение, религия. Полететь с... Не, ну, то есть, сразу в гурдвары. Ну, сначала строится... Ну, я знаю, святилища, храм, а потом... Ну да, слишком долго. Я же войска строил. Ну да, надо вон спать. Коммерческие центры строил. Один кампус построил. Ну, надо... Губернаторов рассаживать. Давайте возьмем, наверное, мокшу вонтовалью. На плоскодумку я больше жаловаться не буду, конечно. Так. Поповедовать верование. Ты скриншот видал, я тебе скажу? Ну, да, у тебя нет в производстве. То возьмем. Почти. А у меня все наоборот. Байлин, низ кликдолбан. Да-да-да, именно он. Я вообще им не хотел нападать. Покупать здание в кампусах, хотя... Ладно, давайте я возьму синагогу, наверное. Побольше вер... Или... Или... Блин, да у меня... Аграва не дают науку, если они не стоят рядом с экономическим центром. А как-то бонусно. И... Церковная собственность. Ну, блин, ладно. Блин, ну денег и так до хрена. За каждый город другой цивилизации. Когда отправляете в город... О, религиозное единство. Точно. Дополнительный посол, когда город-государство обращаем. Так, здесь у нас... Вам, мне бесподробно, что у меня слишком тяжелый файл. Что у тебя слишком тяжелый? Ну, фотку, которую я хотел в артисту отправить. Да сколько он весит? Ну, он написал, что типа до 8 мегабайт. Мегабайт. А, локс, это все селитра. Можно и обработать, в принципе. Сколько он что-ли? Блин, я там сейчас скаута... Ой, скаута рыцаря. Да я замордует. Сфотографировал. Чтобы скриншот сделать, надо нажать на кнопку, потом сворачиваться в рабочий стол. Тяжело. Не успеваю ходить. Очень быстрый таймер. Альтаблосовский. Не поверите, скаута выжил. Был убит шпион Голландской империи. Не стыдно? А, да. Это поклеп, скажи. Да вообще. Как-то мало наука у меня 64. Уже и голландец догоняет. Еее. Еее. Да, действительно. Хоть первый. Да, но у тебя священники тут плюс один будут. Даже плюс нуля, обыскать. плюс 0 до 1 по су так что есть куда надо ли мне куда-то тут кумасе например а у меня нету послов тогда не это я по этот построил видимо ну гданск можешь разрушить бесполезный город возьмем может еще и на послов нет не до послов на шпионов я имею ты я дворец потала построил так мы можем тогда миссионеры чтобы их француз чем будем дальше заключить берем пионер француз не знаю мастерская так универ подавая шевастри пожалуйста вот это алексеев насыпало чего-чего я смотри сколько у тебя ну два ресурса только ой 2 мимо месторождение имею ввиду 3 а где третье соуса а ну видишь у меня там даже нету шахты у меня там построен этот город чининги ворую артист строишь чудеса голландцу у меня больше ничего было строить в городе опада настроилась 9 ходов а гусар 15 странно как-то ну давайте виктора ванка бамбу так третий капер по моему там три капера для для ускорения до открываем радио я производства генусь пружим побольше будет и планы лоте он уже 12 ходов строит гусара кстати в гдонский джебель баркал строится там долго не так понял ну хит теперь купил так сколько ходов 4 по 7 году да я выйду я думаю что и в золотой век кто ходит как дед пенсионер надо дуэлик поиграть повоевать папа понять как быстрее то если честно у меня лютая минус мораль вообще абсолютно не расстраивайся да я очень давно так глупо не действовал как прошу хатуса все-таки не берется похоже похоже нет давай француз твой выход так здесь каперами надо у меня на самом деле это горит у меня третья игру мне не завозят ресурс почему чем не чем я провинился и до 3 го ну не пишут и железа да блин когда он вот сейчас да я клетку купил первое вообще кстати джабель следующим ходом достраивает так золотой век я вышел наверно вот все равно ну и принципе все блин видишь я ппшку не построил заведователь я кратил я вышел а купить юнитов не могу амане наверное надо куда в чуку это так мавзолей но с моей наукой бы я даже если я не воевал до начала до рост дошел бы я все равно бы маяк завали приход и потом аэропорт там еще окат очень удачно стал сейчас узнаем есть ли у меня алюминий они зачем я обращаю лавент если захватывать буду сколько у нас действительно до конца союза с голландцем 14 ходов да надо голландца захватывать самолетами саусе аэропорт надо строить блин опять засуха то сколько можно я же даже ничего не вырубал то есть у меня табак испоганил так вы умеете города вырастить мне тут аэропорты нужны а ну я вообще просто в города могу пересаживать самолет я и забыл еще плюс губернатор спустит ул отлично да он повышен давайте кальгалу да я вижу в маскате лабири раздала 240 ты наукин и уже там сдаетесь что ли 241 хорошо ну да тут только если голланде сможет меня да как бы нет смысла алюминий есть не знаю в следующем ходу нужно если у него алюминий все в первом дк в смысле надо просто узнать где находится голландец голландец только залетел в промышленную то есть он сейчас в индустриализации ему минимум 4 голландец в авиации тебе сказал что следующим ходом он радио стоит в смысле как он в авиации может быть ой не голландец все я за Алексея ну так а я говорю что голландец а голландец да ну голландец голландцу минимум еще 10 12 ходов по факту на самом деле до алюминия ему еще 15 если Леша влетает в алюминий то я плюсусь да нет нет ты открываешься я в авиации я открываю следующим ходом авиация радио у меня 4 ход а то что тебе еще паровой двигатель открыть надо до радио тебя не смущает я по праву я по праву ну что как алюминий так но я не вижу судя по всем потому что он накапливается у меня то где то у меня есть котенка накапливается из захатусы а есть алюминий да вот городами наверно строители покупаем обрабатываем тут алюминий так с алюминием все нормально значит ну вот а у голландца кстати я не вижу алюминия только если у него под городом где-то будет так введи в поиск лишь это я слепой обычно я не хочу по 6 я найду алюминий угол не хочу говорить если у него алюминий или нету такая да с двойным двойным я в поиска в виду конечно поищу не ну ты нам хотел бы скажи как для лёшки вообще поиск святая вещь да только фуфа не смотрел и вообще ищет нефть при они перед носом не ну я вообще не поиск показывает 9 штук сушен так дебильно работает честно говоря ну да он показывает 9 по всей карте который у тебя открыто и ты должен по карте рыскать где он подсвечивается подсвечивается да у не у меня дофига алюминия а у американца там есть на этом пока все спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества а для всех остальных продолжение выйдет завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока